Приветствую любителей аудио. Вот и завершилась 24 сентября выставка Hi-Fi Fresh шоу в городе Санкт-Петербурге. И по горячим следам я хотел бы с вами поделиться впечатлениями об этом мероприятии. И критическую часть я оставлю для подписчиков на Boosty канала вокруг стерео, потому что это вещи такие специфические, только для тех, кому нужно знать критическую составляющую. Самое важное я вам постараюсь рассказать здесь, но, как мне кажется, мероприятие было настолько масштабное, что вряд ли я могу уместиться даже в неограниченный хронометраж чисто по физическим параметрам. Поэтому, скорее всего, будет несколько репортажей, и вы можете, в общем-то, в целом составить об этом впечатление. Но, мне кажется, самые-самые такие вот интересные моменты будут сейчас, потому что я только что вернулся с этого мероприятия. Был я там два дня и готов с вами поделиться, что же я там увидел. Ну, начнем с бытовых таких вещей, к выставке, относящихся посредственно. Это была вторая по счету выставка в городе Санкт-Петербург. На первой я не был, но я был на выставке в Москве в 2021 году в отеле Бородино. И первое, что можно себе представить, в чем различие между выставкой в Санкт-Петербурге и в Москве. Просто в Санкт-Петербурге была роскошнейшая выставка, которая разместилась на втором этаже гостиницы «Садовая экспресс». И, ну, было достаточно много кабинетов. Но, если вы хотите сравнить выставку в Москве и в Питере, то просто я дам один факт. В Санкт-Петербурге выставка была очень большая, и она занимала второй этаж. Это грандиозно. Но в Москве выставка занимала на этаже примерно столько же места, но там было шесть этажей. Ну, просто для понимания сути различия. Шесть этажей такого же кайфа, как было в Санкт-Петербурге. Это первый момент. Второй момент касается того, в общем-то, где находится сама эта гостиница, внутри которой это все происходило, «Садовая экспресс». Она находится в некоем старом доме, который выполнен в виде, скажем так, квадрата с внутренним двориком. На самом деле, просто, может быть, это лично мое, как бы мои проблемы и так далее, я не люблю старые вещи. То есть, мне нравятся новые вещи. То есть, мне нравятся новые проспекты, светлые, чистые, свежие только созданные, архитектуры, новые вени и так далее. Я, когда там восхищаюсь какой-то старой архитектурой, я не могу понять, вот это вот все столетнее, старое, обваливающееся и так далее, ну, у меня как-то не рождается это все. Вот, это все-таки надо понимать. Это когда-то было, может быть, и хорошо, но сегодня это ни о чем. Особенно после той же турецкой архитектуры, где были разные отели, прилетевшие из будущего. То есть, это вообще никак не воспринимается. Вот, кроме того, когда я попытался, в общем-то, найти эту самую Садовую 62, то это был непростой путь. И когда я все-таки нашел этот отель, ну, по узнаваемому не очень внешнему виду, я не мог найти, куда вообще там заходить, ребят. И, знаете, у меня была такая очень смешная история, когда мы заказали онлайн-тросик для одного из, ну, как бы, электротехнических аппаратов, и мне нужно было его получить по определенному адресу. И вот я туда приехал по навигатору, это сейчас не про выставку, и, в общем-то, навигатор меня привез в некий дворик, где вокруг было множество дверей, и явно они куда-то вели. Ну, я так вот, эмпирическим путем определил какую-то дверь, которая может относиться именно к тому месту, где можно получить этот тросик. И вот я ее открываю, а там темно. Ну, я про себя думаю, наверное, это нормально, потому что, ну, это какой-то склад, не помню, что. И я туда захожу, там действительно какие-то стеллажи непонятные, вот, я в потемках иду, среди этих стеллажей, там через какие-то коробки перешагиваю, думаю, главное не навернуться. Вот, и я там брожу один коридор, прошел второй коридор, прошел, в общем-то, в потемках абсолютных, там, на вытянутую руку, чтобы ни во что не впороться. И вот я, наконец-то, открываю дверь и захожу в просторный, красиво освещенный зал, где, в общем-то, выставлена разная там техника, и, в общем-то, где мне, в общем-то, и нужно получить этот самый тросик. Вот, и продавец, когда на меня смотрит, ну, там тоже люди все повернулись и говорят, вы проникли к нам в торговый зал самым неожиданным методом или способом. Вот, я сказал, что, да, я польщен, спасибо, чуть голову себе не сломал, но я к вам проник. В общем-то, на самом деле, дверь была вообще с какой-то другой стороны. Вот примерно так же я попал на Hi-Fi Fresh Show в Санкт-Петербург, потому что я шел, 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 входа нет. Я стал спрашивать у всех, кого я там встречал, но там люди, ну, то ли не местные, то ли вообще, я не знаю, никто не знает. Потом я нашел какой-то проход во внутренний двор, где Никольские, я как понимаю, ряды. Я прошел во внутренний двор этого самого дома, и там было много людей, там играли в гольф, там танцевали и так далее. И я подходил, спрашивал, но никто не знал, где этот самый садовый экспресс-отель, где это все происходит, вообще никто ничего не знал. Поэтому я стал хватать персонала, который мимо пробегал, который там работает, и все они оказались, ну, такими не совсем местными людьми. Они все были в униформе, они говорят, я здесь первый день работаю, я ничего не знаю, там, ну, на ломаном русском языке. Короче, это оказалось тоже не вариантом, и мне никто не подсказал, я там человек пять спрашивал. Вот, потом я нашел какого-то человека, который на велосипеде ехал и тоже пытался найти вход в этот самый загадочный, неуловимый, несуществующий буквально, такой призрачный экспресс-садовый отель. И, короче, в итоге, эмпирическим путем я вычислил некую дверь, благодаря, опять же, данному велосипедисту, где мы проникли в эту дверь какими-то окольными путями и оказались явно в какой-то гостинице, где не поймешь, куда идти. Там был номер 2003, а я помнил, что выставка, она где-то в районе 2080 номера. И вот мы шли-шли-шли, там, не знаю, какими-то заколоками, и вдруг мы вышли, и там стало слышно звучание музыки. Вот, и таким сложным, таким сложным образом, необычным, да, скажем так, щупать гланды через задний проход, я проник на эту выставку. То есть я именно вот этот рецепшен загадочный я просто в первый день не смог обнаружить. И я, наконец, оказался на этой удивительной выставке. Ну, вот, бывает так. С другой стороны, когда я был в Москве, то в том же отеле Бородино я без проблем подошел, увидел огромные плакаты, что это там отель Бородино, там, хай-эйн-шоу и так далее. Я прошел, меня приятно приветствовали, там дали какой-то пакет, какие-то материалы, какие-то вещи такие интересные, и я пошел дальше. Вот. Там же говорят, вот, на что на Бородино там нечего было покушать. Ну, ребята, честно говоря, я даже покушал, я был не в курсе, я увидел покушать, я пришел, покушал, попил, ушел, а потом выяснилось, что это еще какое-то соседнее мероприятие было, где можно было покушать, ну, там, какой-то тренинг, я не знаю. В общем-то, как говорится, как повезет. Ну, и, в общем-то, такими вот необычными вариантами я попал на питерское хай-фай-фрэш-шоу. Знаете, я вот вам скажу, что часто ругают вот выставки, что там невозможно определить, как что звучит. И, знаете, это не касается вот питерского шоу, потому что вот именно вопросы к акустике помещений по сравнению с, ну, тем же отелем Бородино, но, опять же, если у вас опытный слух, то вам это вообще не помешает. Но вот что касается именно отеля Садовый экспресс, там были просто шикарные комнаты, где не было такого понятия, как плохая акустика помещений. Там все помещения были очень хорошие. Другой вопрос, что персонал, который это все включал, ну, во многих случаях он был, ну, не квалифицирован в аудио, честно говоря. Потому что была мода включить какую-то бабуинскую музыку, электронику, какие-то одни барабаны, какие-то там папуаски, дык-дык-дык-дык-дык, ни о чем, где вообще, даже вот в этих дык-дык-дык-дык не было ни микродинамики, ничего, то есть просто какое-то не поймешь что. То есть какая-то фоновая музыка от искусственного интеллекта, от нейросети, которая к музыке не относится. И вот это было в подавляющем большинстве залов. Кроме того, громкость была такова, не знаю зачем, там двери прекрасно закрывались, и можно было прекрасно послушать музыку. То есть не мешали другие комнаты, можно было закрыть дверь, и все было хорошо. Но включали на такой громкости, что большинство колонок, они просто не могли выдержать такой громкости, они орали. Они начинали орать, и это было очень неприятно, они сыпали искажениями, и это был просто вот ужас. Но тем не менее, там были прекрасные моменты. Поэтому я, как уже сказал сегодня, ну чуть-чуть я расскажу. И, в общем-то, о позитивных моментах. А может быть, еще там сделаю выпуск, продолжу эту историю. Вот самые такие вот вещи, которые я бы хотел поругать, я их оставлю, наверное, на канал Бусти. Друзья, некоторые скажут, ой, там Бусти, он там платный. Вот, друзья, вот, честно говоря, это вот намного честнее, чем вот за деньги что-то делать, чем вот вариант такой, когда кто хочет, тот послушал. То есть не хочет, да, ну как бы не послушал. В этом плане, вот, мне кажется, это самое правильное, самое честное. Вот, но сегодня я хотел бы рассказать о позитиве. Вот, и из позитива я бы сказал, что одно из удивительных вещей, которое меня очень сильно поразило, это акустическая система Quad Rival, что ли, сейчас я скажу, как они точно назывались. Так, Rivala Quad, вот они, Quad серия Rivala 2. 2, это, я так понимаю, что это полочники, напольники были, то есть, наверное, Rivala это наполочники, а я слушал Quad Rivala 2, то есть это напольники. И я был, честно говоря, просто, ну, шокирован в качестве звука. Ну, чтобы я так сказал, это надо прямо очень сильно постараться, вот так вот они выглядят. Quad Rivala 2. Я, когда услышал их, я был поражен. Поражен чем? Поражен был богатством звука. Ультра крайне богатый звук. Это, знаете, да, да, и вот я когда спросил, сколько они стоят, мне сказали, что цена у них 370 тысяч официальная. Ну, не знаю, как там в рознице будет и так далее, может быть, дешевле. Но, друзья, это был совершенно точно high-end класса звук, потому что такое насыщенное звучание, такое богатое, прозрачное. Вот самая главная вещь, очень-очень сильно богатая текстура. Это не просто так, то есть, тарелочки, они не просто тарелочки, они настолько многогранные, многослойные, многосложные, что ты понимаешь, что это действительно очень круто. Вот эти колонки все это давали, они звучали просто удивительно круто. Но я хотел бы отметить, что я их слушал два дня. И вот в первый день они звучали вот так, как я рассказываю. Второй день сегодня, там сменился человек, который эти колоночки демонстрировал, и он подключил винил. Винил, именно сама запись мне очень не понравилась. Она какая-то очень старая, явно каких-то 50-х годов, может, конца 50-х годов, ну, так на слух. То есть, тогда не умели настолько хорошо писаться, ну, именно аудиофильно, и это слышно. И поэтому вся красота, чтобы можно было показать, ну, то есть, какие-то микродинамические нюансы, которые я за день до этого слышал, они еще чуть-чуть остались, но это было уже не то. То есть, я слышал по-прежнему, что да, потенциал колонок колоссальный, но то, что подавали на них, оно и близко не реализовывало то, что умели эти колонки. Мне это было, честно говоря, обидно слышать. Но безотносительно этого колонки дико крутые. То есть, в этом плане я могу их, ну, абсолютно точно посоветовать. Это очень классные колонки, которые там, ну, были лучше 80% всего, что там на выставке было, которое стоило намного дороже. Вот, ну, как бы, ожидаемо очень хорошо выступили PMC на полнике. Ну, я не знаю, сколько они стоят. Конечно, они отыгрывали все достойно. К минусам я нанесу только некоторую мониторность звука. Но они, с другой стороны, всегда такие были. Ну, а что от них требовать, если они были всегда такими? Очень хорошо отыграли любые жанры. И металл, и джаз. Сразу огромное разрешение. Зрелость звучания. Зрелость детализации. Зрелость текстур богатых. То есть, это действительно очень хорошие колонки высочайшего класса. К ним не за что придраться. Это, то есть, действительно очень серьезно. Но это мониторность, это холодность определенная. То есть, если вы ищете именно душевность какую-то, наверное, это не к ним. Это вот к каким-то другим моделям. А здесь вот просто вы покажете, что у меня колонки. Ай-яй-яй, какого высокого класса, как они круто все раскладывают. Ну, хирургически точно. Это вот про PMC. Высочайшее разрешение. В принципе, сравнимое с моими 1000X. Примерно то же самое я и услышал на них. Очень хорошие колонки. Но не к слову музыкальность, а скорее они относятся к слову мониторность. Другие какие-то классные вещи. Вот, кстати, Quad Revella. Они были прям музыкальные, прям хорошие. Вот. Еще одни из таких вот фаворитов. Я сейчас называю действительно достойные вещи. Это были уже ожидаемые, уже сто раз знакомые. Резальдини. Очень хорошие колонки. Наши разработчики достигли действительно выдающихся результатов. Все очень круто по разрешению. Опять же, на высшем уровне. Высший уровень это вот PMC. Это Yamaha 1000X. Это Резальдини. Это Focal Utopia. Это вот прям вот эта вот вершина. Вот это все примерно на одном уровне играет. Ну, разный масштаб в зависимости от размера колонок и так далее. Но вот высочайшую планку все они достигают. Но, опять же, как вот в PMC можно в упрек или наоборот в достоинство приписать мониторность, точно так же и Резальдини можно приписать то, что в нижнем регистре они достаточно выхолощенные, худосточные. Да, включалась классика, штраус и так далее, где медные звучали. Ну, они такие сами по себе насыщенные и так далее. И там, когда вступали барабаны, там все это хорошо слушалось. Ну, я просто знаю эти записи. Там и так хорошо было. На самом деле, там это еще более насыщенно в нижнем регистре было. Но, опять же, я хочу сказать, что я слушал в данном случае полочники. Но, с другой стороны, я слушал Резальдини и напольники. Правда, на другой музыке. И вот там тоже было так достаточно скромно выхолощено по нижнему регистру. Кстати, как и большинство PMC, они выхолощены по нижнему регистру. Но совсем каких-то огромных PMC я не слушал. Может быть, в самых больших моделях там нет этого минуса. Потому что, тоже понимаете, есть большая колонка, которая там все умеет. Если она меньше, ну, что-то надо жертвовать. Она уже так не умеет и так далее. В этом случае, в данном случае, была PMC не очень большая. И вот в рамках своих размеров она выступила очень хорошо. А что касается Резальдини, там вообще были полочники. О чем вы говорите, все равно там низ в какой-то мере присутствовал. Но я бы сказал, на слух это не очень много. Может, 80 Гц, что-то такое вот было. А то, может, и меньше. Я не счетная машинка. Точно, там сказать, сколько Гц. Но можно было бы и пониже. Но в полочниках вы пониже, в такого размера, наверное, просто никак не достигнете. Если там только какой-то дикий фазоинвертор захреначит. Но тогда пропадет вот эта вот точность такая вот, которую Резальдини показывает. Я хочу сказать только, что российские колонки, совершенно мировой уровень разрешения. Ну, это точно, это хай-энд класс акустики. Ну, классные, крутые колонки. Вот. Но, опять же, сейчас это пока про именно аудиофильские параметры. Вот лично мне по звучанию, на самом деле, больше понравились колоночки из комнаты Ганг. Ганг чего-то там. Там был огромный плакат MSB и колоночки. Вот название я их забыл. У меня есть фотография, но в другом выпуске я вам покажу все это в виде фотографии. В общем, такие узенькие колоночки. И там было два высокочастотника. С боков было еще по два. С каждого бока по два с ЧНЧ. То есть, грубо говоря, уже шесть колоночек динамиков получается. И плюс еще мне сказали, что они специально его из-за того, что стены из гипсокартона усилили супер-твиттером сверху. Может быть, конечно, мой слух не способен услышать этот супер-твиттер. Ну, это, скорее всего, так, да? У меня верхний диапазон ограничен где-то 15,5 кГц по измерениям. Я, когда послушал супер-твиттер, то я слышал, что какой-то шип идет, но звук я не услышал. То есть, возможно, это вот мое человеческое ограничение на этот супер-твиттер. Ну, вполне возможно, в общем-то, у каждого свои рамки и уровни. Вот, но то, что я слышал, колонки звучали очень хорошо. Ну, по низким частотам, да, НЧ, они, конечно, потому что много динамиков, они, ну, не будут играть какой-то громадный лопух, но, в принципе, там нормально было. По НЧ вполне прилично. И вот это была одна из лучших систем, там на выставке тоже, в принципе. Мне очень понравилась она, я там задержался на несколько песен. Очень хорошо звучала, действительно достойно. В общем-то, друзья, я думаю, что на сегодня, ну, такого маленького вступления будет достаточно. Если интересно, то пишите в комментариях, и мы с вами продолжим делиться этим впечатлением. Также я благодарен всем, кто встретился мне на пути, кто поделился своими впечатлениями, поблагодарил за канал «Вокруг стерео» и так далее. Это было все очень приятно. Также я хочу отметить особо двух спикеров, которые очень сильно украсили выставку. Это Михаил Кучеренко и Михаил Борзенков. Ну, Михаил Борзенков – это шоумен от Бога. Он выбрал, я, честно говоря, не видел все выступление от начала, я застал уже скорее окончание. Но в этом окончании как раз была тема совершенно беспроигрышная, самая вкусная, от которой никто не откажется и все попросят добавки. где Михаил рассказывал о виниле, о разных дисках и что он думает, какая там музыка, что он ожидает. И там рассказывалось о российской пластинке, как-то название, что-то там дум, чего-то такое. В общем-то, и он включил эту пластину. Как я понимаю, он сам не ожидал, что там будет, потому что название совершенно швах. Ну, и название групп тоже полный абзац и капец. Но когда он включил, стало понятно, что вообще-то музыка офигенная. Ну, там просто такая вот русская новая волна конца 80-х годов. Охрененная, честно говоря. Вот, и я видел, что и ему самому понравилось, и всем зрителям понравилось, и все были благодарны за такое прекрасное выступление. Он прекрасный шумен, очень классно выступил. Вот, также я посетил выступление Михаила Кучеренко, вот, где он рассказывал про свою книжечку «Стереоправда». Прекрасная книга. Единственное, в принципе, издание относительно хай-энд аудио для русскоязычного пользователя. Очень классное, очень крутое. И мне очень сложно понять, если вы русский любитель аудио, почему еще у вас нет этой книжечки. Вот, я-то ее купил сразу, когда узнал, что она вышла. Вот, безотносительно информации в ней содержащейся, это знаковое событие. И вы, если хотите быть, ну, к этому причастны, отблагодарить автора, вы просто, ну, обязаны эту книжку купить. Нравится, не нравится, интересно, не интересно. Это дело десятое. Это человека поддержать за правое начинание, за вот это вот привлечение людей. Это просто колоссальная вещь. Ну, и цена, честно говоря, у нее демпинг. Цена. Я прекрасно знаю, сколько стоит издать книжечку. И, ну, я не вижу там никакой прибыли. Это, я как понимаю, просто именно миссионерство, несение людям какого-то света среди тьмы. Поэтому, ну, это было круто. Тем более, там сейчас тираж заканчивается, осталось очень мало книг. Поэтому мне было удивительно, что это все еще давным-давно не закончилось. Ну, Миша огромный, конечно, молодец в этом плане. Ну, и вообще, там у него первая часть книги очень интересная. Она основана на его колоссальном опыте. Он был в разных странах, на разных производствах. Ну, и вообще стоял у истоков хай-энда России. Поэтому, ну, если не у него это почерпнуть, как это было, то, ну, простите у кого. Вот, он огромный молодец. Поэтому его выступление тоже было прекрасно. И, ну, многие, конечно же, остались благодарны. Вот, это было очень интересно. Эти два выступления очень сильно украсили выставку и ее возвели, ну, на другой совсем уровень. Это было замечательно. В общем, друзья, на этом завершаю. Всем пока и до новых встреч, конечно же.